Дамы и господа, мы продолжаем вечер профессионального бокса в Екатеринбурге. Представляю вам шестираундовый бой в суперлегком весе до 63,5 кг. Встречает и в синий угол боец из города Кемерово Михаил Лесников. Ну что ж, первый полусредний вес весовой категории до 63,5 кг, как было справедливо замечено. Бенгононсером Михаил Лесников, город Кемерово, Сибирь. Одна победа, одно поражение на счету этого бойца. 22 года, вот он на ваших экранах, 22 года Михаилу 63,2 кг он показал на взвешивание. Высокий боец, высокий боксер для этого веса, метр 76, рост у него. В красный угол ринга приглашается его соперник, боец из города Астана, Казахстан. Доулета Доукенова! Ну а теперь выход Доулета Доукенова, представителя Казахстана. Астана далеко не первый представитель Казахстана в сегодняшней программе. 24 года Доулету на весах показал 63 килограмма, 800 граммов. Нет поражений, две победы, одна из них досрочная. Вот на ваших экранах Доулет Доукенов. Профессиональный дебют состоялся в июле 2017 года. Это был такой опен-эйр турнир биг-драма-шоу в Екатеринбурге, он произошел. Участника фаединка. Синему клубу боец из города Кемерово. Ему 22 года. Рост 176 сантиметров. Вес на взвешивание 63 килограмма 200 грамм. Профессиональный рекорд. Два боя. Одна победа, одно поражение. Михаил Лесников. Его соперник в красном углу. Боец из города Астана, Казахстан. Ему 24 года. Рост 177 сантиметров. Вес на взвешивании 63 килограмма 850 грамм. Профессиональный рекорд. Два боя. Две победы. Доулет Доукенов. Префери Виктор Панин. Господа боксеры. Синий угол. Господа боксеры, я прошу вас. Опасно головой не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Я желаю ему удачи. Пошли руки. По углам, ребята. Ну что ж. Боксеры представлены. Легенда российского судейства. В том числе реферизма. В хорошем смысле слова. Виктор Панин. Первый раунд. Итак, с места в карьер рванул. Смотрите, Доулет Доукенов. Он, в общем-то, такой боксер темповой. Любит работать первым номером. Любит работать агрессивно. Так широко стоит на ногах. Ну, два высоких боксера для первого полусреднего веса. Не старые. Совсем не старые. Амбициозные. Доу лета две победы. Одна досрочная. Обе победы, кстати, он достиг в этом году. В 2017. Первый бой у него проходил в июле. И следующий поединок уже он проводил в сентябре. Буквально не прошло и там двух месяцев. Он снова в ринге. Достаточно плотный график. Опять-таки видно, что боксер обученный. Неплохо работает на челноке. Но пока ничего серьезного не пропустил. Михаил Лесников. А вот здесь навстречу двойка. Быстрая двойка. Доукенова. Быстрые руки, кстати. Плохая ручная скорость. Очень хорошо. Ох, и попадание по туловищу здесь было. Очень тяжелый удар пропустил Михаил. Готов он продолжать, но еще очень много времени и очень тяжело он пропустил этот удар. Смотрите, не летит добивать сломя голову Доукенов. Опять очень точечно работает и будет он пробивать печень по новой. Будет обязательно, я думаю, будет он туда стремиться, но не только туда целится. Видим, бьет удары и по голове. Он старается разнообразно. Какой зайдет, такой и зайдет. А по печени это будет или в голову. В общем-то, я думаю, для Доулета не принципиально. Очень непросто Михаилу. Мы видим, опустил он ниже правую руку, прикрывает печень. Ну и, соответственно, здесь есть шанс у Доулета поработать по верхнему этажу. Но не торопится, мы видим, пока Доулет Доукенов. Он понимает, что соперник его, но, но. Это первый раунд еще. И лететь сломя голову, чтобы потом пропустить нежданчик. Вот как сейчас, смотрите, ответил серии Михаил Лесников. Вот под концовку пытается немножко так реабилитироваться Михаил Лесников. Вот, возможно, он, кстати, пришел в себя, смог восстановиться после этого тяжелого и неприятного нокдауна. Хотелось бы на повторе посмотреть, куда попал точно Доулет. Да, очень хотелось бы посмотреть на повторе, я думаю, что... Был ли это удар именно в область печени, или это был удар в солнечное сплетение? Хороший снова туда тычок. Именно по туловищу от Доулета. Очень остро и точно он бьет. Вот там под конец ответила пара апперкутов Лесников. Честь и хвала Михаилу смог восстановиться после очень тяжелого нокдауна. Давайте смотреть повторы, дорогие друзья. Особенно вот этого момента. Все хорошо восстановилось. Ну да, вот здесь на повторе видно, что точно в печени вот как раз-таки отставленный эффект от такого пропущенного удара. А это, как сказать, симптом, фирменный симптом удара по печени. Да, и здесь не нужно очень большой силы. Здесь нужно просто точное попадание, что в принципе и сделал Доулет Даукенов. Второй раунд сейчас начнется. Второй раунд. И опять начинает так же, как первый, с атак, с прессинга Доулет Даукенов. Занял он центр ринга, мы видим. Он сразу же, да, установил контроль, выставил джебом соперника на дистанцию. И опять, смотрите, не забывает Доукенов про корпус. Снова будет целить туда при первой предоставшейся возможности, на мой взгляд. Но при этом не будет забывать и про другие варианты. Я думаю, да, здесь будет подрастреливать своего соперника, пытаться это сделать, по крайней мере, Доулет Даукенов. Ну и время от времени проверять соперника по туловище. Ринч. Центр ринга за Доукенову. Напомним, в первом раунде побывал в тяжелом нокдауне Михаил Лесников, но смог восстановиться в итоге. Да, мы видим, так достаточно подвосстановился, по крайней мере, сейчас он продолжает поединок. Локтям вскользь. А вот справа попал, вырвал паузу и попал до Доулет Даукенов. Через руку даун бросил, достиг его удар цели. Совершенно верно. Вот нужно встречать Доукенова, на мой взгляд, его сопернику Михаилу Лесникову. Вот смотрите, даже несколько раз удалось во втором раунде поджать канатом своего соперника Михаилу, своего соперника Михаилу Лесникову. Неожиданно выбрасывает раз за разом крюки по туловище Доулет. Право попал в скачке Доулет Даукенов. Получил устное замечание от рефери Доулет за низкие удары ниже пояса. Ой, хорошо попал справа, да. А вот здесь, смотрите, Лесников получил момент и попал правым прямым точно. Ушел от джеба и через руку в ответе хорошо попал здесь Михаил. Хорошая концовка с обоюдным разменом очень зрелищная. Левый, 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 правый, прямой. Очень хорошо попал. Левый, левый, правый, прямой. Чурочка, чурочка, пую себе, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть встречи не забывай, не живой. Сделай, кормочек. Видно, кормочек. Интересно,кормочек. Принято,кормочек. Третий раунд. И сейчас лицом к вам Михаил Лестников. Так вот, после нокдауна тяжелого он смог восстановиться. Сейчас старается взять ход поединка под свой контроль. Жетко втыкает Каукенов опять по корпусу. Хорошо, хорошая двойка от Каукенова. Такое ощущение, что он вообще так уже на выбор бьет. Но Михаил Лестников не сдается ни в коем случае. Он не такой. Он отвечает. Старается делать это жестко и быстро. Выставляет на дистанцию до Укенов Лестникова. Не забывает про апперкоты. Снова хорошо. Навстречу справа попадает до Улет. Длинным-длинным таким правым прямым. Вот уже не первый раз Виктор Панин делает замечание, что низко наносит свои удары до Улет-Доукенов. Жесткий левый крюк от Даулета до Укенова. Навстречу. Вот, видимо, решил он, что можно пообострять. А вот здесь подзаигрался, подзастоялся. И так чиркнул по подбородку, да, Михаил? Чиркнул, да, и еще раз вправо. Вот что радует в таких поединках действительно очень с большим желанием. Бьются боксеры и добавляют массу зрелищности в свои противостояния. И где-то мы видим, что Доукуенов уже начал вытягивать сознательно на себя Лесникова. Провоцировать. В надежде поймать раскрывшегося соперника на удар или на серию. Раскуселая лепестка. И когда он встал на pendистанцию, он убивает меня. Я договорил, что встанцию, он убивает меня. Просто он на кнопку станцию, я говорил, крошу, просто чуть внимательнее, все хорошо. А, а... В случаем ДИ. На ноги брата кидает час до смерти. На скоревшего не шаляв. Чисто было и не роси. Вторая половина поединка у нас пошла. Четвертый раунд. Четвертый раунд из шести запланированных. Даулет Доукенов не изменяет себе. Традиционно, да, он занимает центр ринга. Вот к чести Михаила он действительно уже восстановился. Хотя в первом раунде... Очень тяжело ему пришлось после того пропущенного удара по корпусу. Главное не пропускать сейчас, конечно же. Попадает Лесников справа, боковым отвечает. Острая такая двойка от Доулета, но переносит ее достаточно спокойно для себя Михаил. А вот здесь жестко. Мне показалось, что чуть-чуть подогнулись ножки у Лесникова. Но, возможно, просто показалось. Тем не менее, удар там был точный. Пошел вперед Михаил Лесников. Попадает. Молодец. Снова обоюдное столкновение головами. Здесь не так сильно, как в предыдущем раунде. Но все равно, видимо, время от времени идут немножко бойцы вперед головой. И вот это столкновение происходит. Вот по корпусу и тут же перевод двойки в голову со стороны Доулета. Но смотрите, держит, держит эти жесткие удары Михаил Лесников. Да, и тут же контратакует. Не выглядит он пока потрясенным. Но есть еще время. Если Доулет хочет выиграть досрочно, время у него еще есть. Уперлись друг в друга на ближней дистанции. И так дают работать по очереди друг к другу. Соперники. Точно справа попадает Доулет. И справа по корпусу. И двойка по корпусу. И еще раз. Вот умеет накатывать. Боец из Казахстана. Это видно. Опустил руки. Демонстрирует, что у него не увидел. Упасимая защита, соответственно, приглашает в атаку соперника. Тот раскрывается. И здесь нужно попытаться его поймать навстречу. В общем-то, план не новый, но порой весьма... О, хорошо показал, что будет слева и справа зарядил Доулет. Уже не первый раз попадает так в разрез Доулет. Очень такой у него опасный длинный прямой. А здесь хорошо попал и ушел. Все переносит Михаил, пока нет каких-то посылок. Потому что эти удары очень сильно его потрясают. Встают туда. Вон бойцы расходятся на перерыв. Чаще левый, левый, правый, левый, правый. И левый заканчивай. Ну давай, может, прижаться, пожалуйста. Если ты не можешь спринуть, по корме, все-таки нет, не этим, а два ударных. Клинчи тяжелые, он с ним толкаться, может, не надо. Лучше скрутить его и на выходе ударить. Пятый раунд. Итак, у нас пятый раунд. Первый полусредний вес. Доулет. Доукенов против Пихвила Лесникова. Доулет. Боец надписью. Впереди Доулет. Как не трудно догадаться. В первом раунде побывал Лесников в тяжелом нокдауне. После удара по печени. Но смог восстановиться. Доулет его. Быстро. Быстро доулет дожать соперника не удалось. Плохой был сейчас почтальон в начале раунда от Михаила. Да, и мы видим то, что мы видим в итоге. Решил поработать контровиком Доулет Доукенов в начале пятого раунда. Убрал голову. Успел корпусом выйти от удара Доукенов. Хорошо встретил сейчас Лесникова Доукенов. Высоковато попал в лоб. Я думаю, попадем пониже. Было бы гораздо опаснее для Михаила эти удары. Попал Лесников, но тут же пропустил в ответ предок. Снова у нас ближняя дистанция. Я пытался просунуть апперкот. Лесников не удалось это сделать. Вот на скачке так Доукенов опять поменял тактику немножко. А вот тут попал хорошо, как Лесников сейчас корпус. И в голову перевел левый ключ. И еще апперкот в разрез. Тут же быстрая двойка от Доулета. Кто кого перестучит в этом эпизоде. Попадает Доулет навстречу. Несколько очень неприятных для себя ударов сейчас пропустил Михаил по туловищу. Показал, что будет справа и сам слева. И тут же опять справа. И еще раз справа. И еще раз. Доулет Доукенов работает очень качественно и серийно. Я так скажу. Ждем финальный раунд, дорогие друзья. Миша, боковой не бей в ответку. Прямой. Левый, правый просто бей. И все. Как вы по фейераме позади соперника? Хорошо? Пойдем. Миша, правый прямой. Миша, нокаут. Нокаут. Все идет. А то мне идет. Дамы и господа, заключительный раунд боя. Шестой раунд начинается с атак Доулета Доукенова. В своей категории до 63 килограммов 500 граммов. Два высоких бойца для этого веса. Работа корпусом от Доукенова. Лево, лево, лево. Молодцы, не сближайся. Нападает справа. Работай, работай за улета. Работай. Работай. Работай за улет. А не сдается Лестников, ищет свои шансы. Даже и в контратаке. Хороший размен Здесь больше по локтям пришелся удар Обоюдно работают бойцы по туловищу ударами Много очень бьют они в корпус В этом заключительном шестом раунде Абсолютно верно Несмотря на то, что идет шестой раунд И без сомнения бойцы отдали очень много сил И так, надо сказать, отметить Очень чисто идет поединок Редкие клинчи, вот как сейчас мы видим Совершенно верно И очень много выброшенных ударов Такой плотный бой Очень энергозатратный даже где-то Хорошая была атака до Укенова Пошла двойка по корпусу Тут же перехватывает Михаил Лестник До Укенова неплохо Слышен с защитой 30 секунд остается до конца Этого поединка Здесь не дотягивается до Укенов Пошел вперед Михаил Лестников Встречает хорошим боковым слева До Укенов Ну что ж, бой закончен Мы ожидаем судейского решения Ну а вам сейчас наиболее яркие фрагменты Завершившегося уединка У нас это для 3-4 уже где, да? Спасибо огромному за пригласный бой Там есть возможность, ты отстоишь Сниму, сниму, тащи Нарин Михайлович, защите Уважаемые дамы и господа В этом поединке Победу единогласным решением судей одержал Ну что ж, Даулет Даукенов Третья победа в профессиональной карьере Поздравляем победителя В первом раунде Единогласным решением судей было объявлено Эта победа, но несмотря на это Без сомнения уважение его сопернику Да, уважение Михаилу Лестникову Который в первом раунде оказался в тяжелом В тяжелом нокдауне Но смог навязать конкурентный бой на самом деле Абсолютно верно Конкурентный поединок И довел его до Конга До финального Вот нам показывает как раз тот момент Когда так попал по корпусу Даулет Там по печени, да, чисто нашел удар Ну что ж, наиболее яркий фрагмент Состоявшейся схватки Вашему вниманию Ну а мы Очень скоро Увидим Свердловское терби Противостояние Абсолютно верно Это весовая категория Да, до 76,2 килограммов Коллега Второй средний вес Абсолютно верно Абсолютно верно Абсолютно верно Абсолютно верно Абсолютно верно В прямом эфире Из Екатеринбурга Вот так вот Ждем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok